Продолжение следует... Добрый полдень всем! Мы продолжаем конференцию. Круглый стол. Мы немножко продолжим разговор, который подняли наши блестящие выступающие в первой половине, о любви, великой любви, невероятной, громадной, бесконечной любви, который так пламенно говорил, уже покинувший нас Владимир Васильевич Козлов пошел дальше, отправился. О невероятных высотах и падениях, а также невероятно продолжающихся до бесконечности оргазмах. Вообще об отсутствии женского оргазма в древнекитайской культуре. Жалко женщин в Китае. И тем не менее наличие женщин в Китае и их очень важные роли, особенно в больших семействах крупных людей. Ирина Курис ввела уже тему тантрических персонажей через искусство своего мужа. То есть мы продолжим на круглом столе обсуждение, неформальное обсуждение, конечно, хотя больше половины участников круглого стола одновременно, не только большие художники жизни, но и большие ученые. То есть они вот на этом языке тоже что-то делают и оставили уже свой след. Но мы продолжим тему обсуждения любви, сексуальности и их связи с развитием человека. То, что называется латинским словом эволюция. И, может быть, даже коснемся вот той особой эволюции, которая обозначается словом реализация, просветление, достижение высшего совершенствования. То есть вот что такое любовь, страсть, сексуальность в этом отношении. Я еще раз представлю вам участников круглого стола Андрей Лапин. Один из ведущих экспертов в этой области, который еще на заре перестройки по большому телевидению рассказывал, порой шокируя, еще не созревших, к восприятию этих вопросов советских людей, такой потрясающий посланием на эту тему. Я Владимир Майков, в стенах института психоанализа, руковожу школой духовно-ориентированной психологии и психотропии. Бронислав Финогродский. Перевозчик древнекитайских текстов, эксперт по китайскому искусству, вот этих самых покоев. Как успокоиться, да, и вообще по Китаю. Член-корреспондент Академии наук России Виктор Федорович Петренко, профессор МГУ. Член президиум ассоциации. Кстати, недавно вышла книжка Виктора Федоровича о трансперсональном понимании искусства. Она вот у него, я вижу, еще в рюкзачке есть несколько? Нет, это другая. Это многомерное сознание. Это на языке академической психологии как раз рассказывается о том, как все на самом деле устроено. Это вся многомерная трансперсональная карта сознания. Профессор Ирина Куриц из Санкт-Петербурга. Это мастер танца Шивы. Первая россиянка, получившая реальное посвящение от хранителей традиции брахманов в танец Шивы. Их танцующий этот танец до сих пор сама и со своими ученицами. Но самый главный танец Шивы в жизни, конечно. Просто надо еще сказать, извините, что я еще завкафедрой университета, международного университета, фундаментального обучения, в котором тоже есть темы защиты по трансперсональной психологии. Вот, так что не Владимиром Козловым единым, трансперсональная академическая наука полна. Кандидат психологических наук Ирина Зингерман. Мастер тоже многих практик, сновидений, шаманских практик. Ну и, конечно же, процессуальная работа. Она ведет конкретно в стенах этого института эту тему. Ну и руководит дипломными проектами. И президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии Герман Карельский. На плечи которого основная работа по подготовке этой конференции свалилась. Но он этому рад, это видно. И Владимир Майков, кандидат кроссовских наук, как и я. Который вместо Владимира Козлова сегодня будет вести этот круглый стол. Да, по поводу темы. Вот я уже вводное слово сказал, немножко тему обозначил. Поэтому, ну, кто хочет зажать что-нибудь сказать на эту тему в любом стиле и жанре? Ну, вообще, вот секс может помогать просветлению или нет? Или он мешает только? Это такой первый вопрос в воздух пущу. Ну, можно, раз получилось. Можно, можно, да. Можно. Я просто к тому, что, почему я взяла на себя сейчас инициативу. Так получилось, что в первой части выступали представители только мужского пола. Такой фаллический такой. Да, и мне как-то стало несколько так, ну, скажем, обидно. А обида — это тоже, оказывается, энергия. Правда, я не думаю, чтобы она меня слишком деструктировала. Но я хотела бы просто на эту тему сказать несколько слов, но совершенно с другой позиции. Учитывая, что я как раз достаточно много занимаюсь энергетикой движения, энергетикой танца, мне показалось, что эти вещи чисто и с практической, и с теоретической, и в сочетании интегративной позиции есть смысл это рассматривать именно с позиции энергии. И если мы рассматриваем каждое это понятие вот именно таким образом, то смотрите, что такое секс как таковой. Здесь используются две самые главные энергии. Это энергия Сватхистаны и энергия Манипуры, да, как активное движение. Если мы говорим о страсти, то там в большей степени только, особенно в определенное время, да, вот когда, ведь люди же тоже растут потихонечку без знаний трансперсональных, просто вот 18, там, 14-18 лет у людей играют гормоны и, соответственно, доминируют, хотят они об этом или нет, знают они об этом или нет, но доминируют совершенно определенные вещи. Это связано с нормальной физиологией. А вот когда мы уже говорим там после 40, а уж когда еще и после, только, там, после 60, 70 и так далее, никуда не уходит желание, просто оно трансформируется. Кстати, вот те работы, которые кто-то из вас видел, они, в общем-то, выполнены художником, который уже прошел все эти периоды, и вот это его последний период. То есть они все написаны после 70 лет. И когда мы говорим о том, может ли секс привести и оргазм привести к просветлению, ну, у меня лично вопросов нет, потому что, естественно, особенно для людей, занимающихся искусством, особенно для людей, для которых творчество вообще есть нормальная составляющая жизни, если не доминирующая. И, безусловно, в определенном возрасте именно она, именно духовная сторона, духовный аспект этого, он таким образом и проявляется в его жизни, и, я бы сказала, наполняет его жизнь. И вот, когда мы говорим и об аргоистических состояниях, и о самом, вот, то, что связано со страстью, да, вы думаете, страсть только вот в юном возрасте, ничего подобного. Страсть может быть в любом возрасте, и здесь обязательно, конечно, присутствует Судхистана, но плюс еще Вишутха, который отвечает за эмоциональную оценку ситуации, раз, за эстетическое восприятие, два, в любом возрасте мужчина или женщина могут любоваться красотой, могут отдавать должное линии, пластики, переходам, и они кто-то на уровне осознанности, кто-то на уровне просто подсознательном, они все равно это ощущают в себе. И каким-то образом, в том числе и на уровне сексуального состояния, я даже знаю, есть, у меня были знакомые, когда мы с ними там начинали общаться, один товарищ, он говорил, слушай, это для меня просто настоящий ментальный секс, то есть он получал настоящий оргазм вот от этих вещей, потому что при этом все равно присутствовал мужчина и женщина, да, как при нормальном сексе, я сейчас не говорю о меньшинствах, но мы все равно говорим о взаимодействии межличностным, меж, ну, гендерным, да, мужчина и женщина есть, нравятся они друг другу в любом случае на одном уровне, на другом, ну, просто даже на уровне Вишутхи, они приятны друг другу, и плюс еще духовная составляющая, которая переходит естественным образом, переходит, трансформируется уже на совершенно другом уровне. Поэтому понятие в женском плане, вот, оргазм, оно, когда Андрей говорил там вот про вот эту линию, да, это чисто мужская позиция, потому что, да, ну, вы мужчины, естественно, вы говорите про это. Когда мы говорим о женском оргазме и когда мы вообще говорим о женской сексуальности, она, на мой взгляд, значительно шире и объемнее, чем то, о чем говорил Владимир Васильевич Козлов, которого я глубоко уважаю, знаю тоже 150 лет. Но дело-то все в том, что даже духовный аспект межличностных отношений между мужчиной и женщиной, он все равно завязан на влечении полов. Просто этот уровень, ну, скажем так, между этими планами есть другие пропорции. Но в любом случае влечение полов, потому что если вам не нравится мужчина или мужчине не нравится женщина, он, извините, просто к ней не подойдет. Ну вот на уровне подсознания, да. Второе. Нравится по своему внешнему виду, нравится по тому, приятно ли с ним общаться в принципе. А потом уже возникает область духовных взаимоотношений. Это всегда есть. Просто оно постепенно может перерастать. И происходит вот та самая трансформация, когда, скажем там, после 40 лет семейной жизни, а у меня уже даже чуть-чуть побольше, я обратила внимание на то, что у нас сейчас взаимоотношения с моим мужем, например, они значительно, на мой взгляд, духовнее и богаче. Но зато мой внук, которому 5 лет, младший внук, он меня уже спрашивает о том, что я знаю о сексе. Первый внук меня спрашивал, люблю ли я секс. И предлагал заняться, поскольку есть мужчина-женщина, и мы любим друг друга. А вот младший внук, он меня уже спрашивает, что я знаю о сексе. И я думаю, дай бог, чтобы он мне не сказал, что если я не знаю, он мне все расскажет. И знаете почему? Дело не в том, что я вас хочу рассмешить. Дело в том, что у любого человека, вот начиная с этого возраста, у них это уже все заложено. У них эти знания заложены. И мы все знаем, что происходит с детьми, с девочками, которые влюбляются в папу. И они испытывают при этом просто такие состояния, что я даже иногда так начинаю переживать и за папу, и за девочку. А, соответственно, мальчики, они любят этих мам. И им очень важно, чтобы мы все были красивые. Вот то, о чем говорил Володя, что не важно, как мы выглядим, важно. Женщины всегда, в любом возрасте, мы всегда думаем о том, чтобы хорошо выглядеть, нравится себе, быть в состоянии гармонии и равновесия. Вот здесь я полностью согласна с китайской традицией, но это должно быть равновесие и гармония. И вот тогда и страсть, и секс, и трансформационные изменения, они будут идти не просто спонтанно, а мы их еще и будем осознавать и от этого получать значительно больше. То есть вот этот путь тантры, как путь постижения, как путь единения своей души и души божественной, вот он тогда будет, на мой взгляд, значительно богаче. И я хочу сказать Герману и Володе, что вообще сама по себе тема, она, я бы не просто сказала, что это актуально, она супер, сверх актуальна, потому что, к сожалению, новое поколение молодых людей, они как-то вообще насчет любви, у них очень сложно. Они вообще не признают любовь. Для них, в общем, как воспитывают мальчиков и как воспитывают девочек, я обратила внимание, девочек, вот здесь как раз получается, их делают при возможности красивыми для того, чтобы, извините за выражение, выгодно продать замуж. Ну и, соответственно, наоборот. И в результате получаются потом очень серьезные проблемы, потому что жизнь есть жизнь. И любовь испытывает каждый человек, кто-то раньше, кто-то позже. И до сих пор продолжаются ситуации, когда девочки и мальчики, начиная там с 14-15 лет, они и суицидом часто, так сказать, увлекаются. Почему? Потому что им не нужны какие-то внешние моменты, им нужна любовь, им нужно отношение. И я полностью согласна с Володей Козловым, что если человек не познал любовь, ну это, конечно, несчастный человек. Поэтому я всем желаю познать любовь в любом ее проявлении. Желательно, чтобы вы при этом были счастливы. Это будет очень здорово. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Другое дело, что трансперсональные практики, и прежде всего вообще я за что обожаю трансперсональную психологию, она дает такой широкий вариант возможностей, это очень много вариантов возможностей, где практически каждый человек может найти то, что подходит лично ему. И поэтому я на этой позитивной ноте хочу закончить на данный момент свое выступление. А эту тему я потом продолжу на мастер-классе. Спасибо, Ир. Дополнить ваше выступление. Значит, про оргазм. Да, может быть, у меня просто не было времени, но рисуя это, я хотел сказать вот что. Что женский и мужской оргазм соотносятся как стакан воды и море. Вот так. У женщин, несомненно, безусловно, намного больше сексуальной энергии. И женский оргазм, мужской он ведь локальный и очень короткий. А женский он всеобъемлющий. И если взять за единицу времени там одну секунду, то они могут быть равны по интенсивности переживаний. Но если взять два часа времени, то мужчина выстрелит несколько раз, с каждым разом все более тихие залпы издавая. А женщина может все эти два часа пребывать в этом состоянии. Поэтому изначальный вопрос про мешает ли секс просветлению. Женщины гораздо более одарены в этом смысле. Потому что они гораздо легче теряют всю себя, вот полностью ныряя в это переживание, без головы, без мыслей. Они чувственнее, интуитивнее в этом смысле. Это движет ими, как вот некая глубинная их суть. Поэтому секс в среднем вот так вот, может быть, не может быть, а чаще является продуктивным с точки зрения эволюции духовной. И вообще с точки зрения наличия духовных переживаний, в том числе и высших. Для женщин, конечно. Потому что мужчина гораздо более обусловлен и умом, я говорю о сексе, и достаточно этого, телом, умом, вот так, через дефис. А женщина, она гораздо более, вот, ну, в этом необъятна. Она, она эссенция этого, суть, как бы. Ведь ни один мужчина родить не может, хотя это совершенно физиологическое такое, ну, пример. Но женщина более целостна в этом смысле. Более целостна. Знаете, есть Евангелие от Фомы, апокрифическое. А, Раджиниш на него комментарии в двухтомнике «Горчичное зерно» дает. Там есть такая фраза, спрашивают, почему Магдалина ходит с нами? Она же женщина. А сказано, что женщина не войдет в Царство Небесное. А Иисус говорит апостолам, ученикам, что я сделаю из нее мужчину, и она быстрее вас войдет. Сделать мужчину означает никакие-то изменения. Но дополнить женщину до целого гораздо легче, чем мужчину. Просто женщины более подавлены в среднем. Из-за чего? Из-за ситуации, называемой мужским шовинизмом. Которая возникает от того, что мужчина бессознательно испытывал всегда страх перед женской сексуальностью. Потому что она, по сравнению с его, сексуальностью неукротима, более дикая, необъятная. Поэтому все было взято под контроль. Все религии были созданы мужчинами. В каждой религии есть строгие правила относительно секса. Почему? Потому что секс, сексуальное переживание для обычного человека. Я не говорю о тех, кто практикует, тех, кто собрались в этом зале. А для людей с улицы говорю. Так для них секс при правильном подходе может стать гораздо более сильным переживанием. Вот почему это всегда было под контролем. И наша задача, мы же в Москве, а символ Москвы это Георгий Победоносец. Он пронзает дракона. Дракон по-гречески змея. В иконографии эзотерической это символ сексуальной энергии. Поэтому нам всем положено заниматься этими практиками. Взять ее под контроль, не подавляя, а оседлав ее и летать в облаках. Вот почему женский оргазм лучше мужского. Ты просто заслужил такие одобрительные аплодисменты женской части человечества. Я хочу просто дополнить, вот почему именно женщина является мужем. Ты можешь партию организовывать просто вот такой женского оргазма. Я хотел сказать, что именно поэтому именно женщина является музой, которая питает творчество художников. А может быть есть другая точка зрения в среде? У меня вопрос к Андрею. А что такое сексуальная энергия? Сексуальная энергия? Я не могу говорить, когда сижу. Значит, есть такая точка зрения, что то, что называют сексуальной энергией, это просто энергия. Это подобно вот, возьмем, если электричество. Что это? Это просто возможность, энергия. Энергия, греческое слово переводится как сила. Если мы в розетку вставляем вилку, у нас может работать швейная машина, станок, пылесос, что угодно, телевизор. Вот сексуальная энергия – это определенное проявление просто энергии. Она, по сути, бесцветна. В своей глубине она не асексуальна, так же, как оргазм. Поэтому-то секс и может все эти переживания привести к духовному. Потому что различия мужчина-женщина существуют в этом мире, в мире тел, умов, эмоций и всего остального. Но в своей глубине сознание, оно бесполо. И пока мы находимся в этом дуальном мире, отождествляем себя с ним, действуем из этого, переживаем, там будет сексуальность, там энергия будет в частности проявляться как сексуальная. Но когда мы теряем эту оболочку, не обязательно после смерти, но на какие-то мгновения, и не обязательно в сексе, может, вы гуляли в лесу или вот танцевали, и что-то случилось. Когда вы умираете на мгновение так, что остается только восприятие, вот этот наблюдатель, чистый дух. А где сексуальная энергия, да? Да, про сексуальную энергию. Потеряли. Да, да, я просто ее трансформировал и уже забыл. Да, да. Ребят, ну вы что, не знаете? Мы все друг за друга, поймите. Спасибо. Кто из, сейчас, одну секундочку, сейчас, вот кто из вас хотел еще, вот из тех, из того конца, Ир? Ну, я немножко... А потом, я пробую. Ирина Зигарова. Я еще потом... Подожди, подожди. Немножечко хотела озвучить другой аспект, почему теряется сексуальная энергия. Я очень много консультирую, кроме того, что веду семинары, но и очень часто на семинарах, в основном, конечно же, приходят женщины, да? И те ситуации, с которыми они потом идут на частные консультации, очень часто, вот это не одна какая-то женщина, это несколько раз в течение месяца в похожей ситуации происходит. Мы такие красивые, мы умные, мы хорошо зарабатываем, мы хорошо готовим. Мы вроде бы такие прекрасные, а отношения не складываются. То есть там до оргазма еще очень далеко, потому что нет того, с кем этот оргазм можно просто выучить. Собственно, и в жизни никакого оргазма. И никакого оргазма в жизни. Кстати, Ира, извиня, я тебя перебью по поводу оргазма. Ведь оргазм можно рассматривать как некую метафору, а именно, что это возможность получать удовольствие от любой деятельности. То есть если человек может испытывать полноценный оргазм, следовательно, он может испытывать максимальную форму удовольствия от того, чем бы он ни занимался. У нас от работы есть точно, да? Ну, от работы у нас есть. Вот, так вот, одна из психологических причин, может быть, у нас психологическая конференция, то, из какой внутренней роли женщины идут в отношения, казалось бы, да, когда начинаются отношения, мы можем быть и женственными, и красивыми, и умными, и так далее, и так далее, и нам очень нужна любовь. Прям вот, ну, невозможно без этой любви. И когда отношения начинаются, почему-то очень быстро они завершаются, мужчины уходят. Так вот, когда вы начинаете работать с такими женщинами, и просить их соединиться с чувствами, как вам нужна эта любовь, как вы без неё не можете жить, знаете, что очень быстро проявляется? Проявляется маленькая девочка, вампир-зомби, вот с такими, вот просто ручищем, говорит, дайте мне любовь, дайте мне любовь, я не могу без неё, да? И когда я это отзеркаливаю, я говорю, пожалуйста, посмотри вот на то, из какой внутренней роли ты идёшь в отношения, а я встану как бы вот, да, вот этой маленькой зомби, а ты побыть мужчиной. И что в полном ужасе переживают такие женщины, что, конечно же, да, когда они начинают уже идти в отношения и на энергетическом уровне проживают, что это не красивая, умная, какая-то такая хорошая женщина, а это маленькая, голодная зомби-вампир, который сколько ни давая любви, ей будет мало, конечно же, отношения разрушаются. И вот то, что я наблюдаю за последние несколько лет в своей практике, что очень много женщин на самом деле даже не знают себя как женщину. Есть внутренняя маленькая недолюбленная девочка, которой страстно нужна любовь, которую не дал папа, не дала мама. Это попытка компенсировать вот эту недолюбленную роль в отношениях либо с мужчиной, либо с женщиной. Ну, так как женщина приходит чаще на семинары, на консультации, то больше такой именно женский опыт. И когда я прошу, а, пожалуйста, вот почувствуй, да, не просто расскажи словами, а стань, походи, а какая ты женщина? А что? А, похоже, я не знаю, какая я женщина. И то, где разрываются отношения, то, где не случается тот самый оргазм с соединением, и там уже не про какое-нибудь просветление, а про ту часть себя, которую можно изучать, раскрывать, исцелять. И если есть не только внутренний ребёнок, но и внутренняя раскрытая женщина, тогда возможен и длительный оргазм, и удовольствие, и просветление, и мусор. То есть их надо именно просто научить, любить. Раскрыть. Они не умеют, они не знают, что это. Нет и ценности. Есть очень часто социальные проекты, что нужно быть с мужчиной, нужно выйти замуж, нужно родить ребёнка. Это скорее социальный проект, а не внутреннее, глубинное желание действительно наслаждаться отношениями и получать удовольствие в этих отношениях. Вот это то, что я про секс, про отношения, про любовь очень часто наблюдаю. А для того, чтобы получать удовольствие, нужно быть свободным. Вот когда и мужчина, и женщина совершенно свободны в своём внутреннем состоянии, тогда они способны подарить и любовь, и оргазм, и, соответственно, выйти на духовное. А если есть маленький, недолюбленный ребёнок, вот такой вампирик, которому сколько ни давали, любви, ему будет мало, потому что он не получил любовь от мамы, от папы и пытается это компенсировать в возрастных отношениях. Там свободы просто невозможно. Но свобода предусматривает ответственность, а люди бегут от ответственности. А также они не знают, что делать со свободой, когда они её получают. Им нужна инструкция к свободе. Это же ближе к просветлению. А свободы и просветления, да. Кто хотел что-то спросить? Да. Сначала хотел бы услышать ответ со стороны академического сообщества. По вашему мнению, или, может быть, в практике, если вы академической практикой занимаетесь, у кого тяжелее, скажем так, симптоматика или последствия неудовлетворённости в сексуальном плане? Вот кого в итоге неудовлетворённость сексуальная урочит сильнее, мужчина или женщина? Кого гробит чаще. Кого гробит, да? Да, в патологии, у кого чаще и более тяжёлая форма, у кого мужчина или женщина. Я бы сказала, что индивидуально. Это очень индивидуально, я тоже так считаю. Александр Полеев после перерыва на этом специально остановится. Это очень индивидуально у каждого человека. Он будет сразу после перерыва. Тогда второй вопрос хотелось бы услышать опять-таки представители классической школы и, скажем, эзотерические... Неоклассический. Эзотерический полис. Вот, если когда-то осваивается какой-то новый навык, как правило, человек сначала работает на симуляторах, тренажёрах, ну, так сказать, чем он не может себе навредить, например, он там автомобиль не мощный или сначала он по груши бьёт, а потом он распоригуется. Вот, из-за того, что мужчина, если в этой концепции исходить, что у мужчины меньше сексуальной энергии, по идее, ему должно легче с ней управляться. Но в итоге, вот, ну, я, конечно, сужу, в первую очередь, по себе, мне кажется, что мужчины, они более беспокойны в плане, вот, сексуального поведения своего. То есть, со стороны обывателя складывается ощущение, что женщины легче переносят, например, отсутствие партнёра. То есть, они не бегают с горячими глазами, особенно по весне, например, да? Чем меньше еды, тем её больше хочется. Вот, хотелось бы, для меня здесь некое противоречие на поверхности проявляется, но, возможно, я чего-то не понимаю. Хотелось бы услышать как бы ответ на этот вопрос. Я сначала, или нет? Я бы сказал, что, как голодного подвезти к столу, он же мог бы сразу кушать. Но это не совсем о том. Дальше в эту тему. Значит, во-первых, начнём с того, что это не совсем правильно говорить, у кого больше сексуальной энергии. Во-первых, в зависимости от возраста, мы знаем, что сначала очень много сексуальной энергии именно у мужчины, особенно подросток, юноша и так далее. А женская сексуальная энергия, она, наоборот, очень постепенно развивается. И её пик где-то достигает уже даже после сорока и так далее. Но то, о чём вы говорите, всё опять же зависит от индивидуальных особенностей личности. И мало того, если вы помните, у каждого человека есть анима и анимус, и в зависимости от того, какая пропорция между ними, в идеале это должно быть 70 на 30. То есть, если вы мужчина, то у вас должно быть больше, соответственно, 70 мужской, 30 женской, и, соответственно, наоборот. Но на самом деле так получается далеко не всегда. И поэтому очень часто мужчины сейчас в большей степени мы видим проявление их инфантильности, и это, соответственно, проявляется во всём остальном. В том числе и приятие ответственности на себя. Понимаете, они больше отдают свободу женщине именно для того, чтобы не быть ответственным. Но это далеко не все мужчины, и слава Богу. И, соответственно, женщины, с одной стороны, есть женщины, которые инфантильны, которые не способны отдавать любовь, которые не способны отдаваться целиком состоянию и погружаться в это, и этого не бояться. А для того, чтобы этого не было, извините, надо просто быть более образованным, более эрудированным и более способным воспринимать вот расширенное восприятие пространства, не бояться этого. И в этом плане как раз именно трансперсональные практики, они могут очень сильно помочь всем и мужчинам и женщинам. Спасибо. Кто из вас хочет сейчас рассказать? Я хочу, знаете, я вспоминаю один очень хороший анекдот, еврейский, конечно же. Суть его заключается, и он очень серьезный на самом деле. И Сарочка приходит из больницы и говорит, знаешь, Абрам, дорогой мой, вот то, что мы с тобой 30 лет принимали за оргазм, оказалось элементарной астмой. очень важно, я, знаете, я так слушаю и думаю, что вот очень важно не перепузать всю эту историю. Я хочу сказать, что на самом деле тема секса вообще как такового, она настолько переоценена, вот с моей точки зрения, я из Китая смотрю. Это у тебя китайский подход. Это мой китайский подход, да-да-да, что она настолько переоценена, и суть не того огромного комплекса явлений, это, в принципе, это особенность вообще современного мира, когда нечто частное берется и извлекается из какого-то такого сложнейшего механизма природного, живого, где земля живая, где ты часть живой земли, и говорится вот секс, 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 слово дурацкие, кстати, говорят, мне оно вообще не нравится, это слово, понимаете, потому что всегда что-то другое, когда выпячивается какая-то одна сторона, она однозначно здесь выпячивается, то я вообще всегда предполагаю, что это некий способ манипуляции чем-то, то есть людям вообще свойственно влиять друг на друга, и вот главное, чтобы вот это не перепутать с астмой, понимаете, этой истории, я еще хотел, вот по поводу того, что сейчас Бронислав сказал, вот когда о тантре говорят на западе, то всегда это является синонимом ассоциации с работой с сексуальной энергией, секс, секс опять, но это, вот такой взгляд, в частности, на тантру, это, если так можно сказать, психоаналитический диагноз запада, потому что, если вы возьмете какой-либо текст, например, Вигьяна, Пхайрау, Тантру, где 112 техник, там, одна явно с утра из 112 касается секса, а вторая довольно косвенно, и все, это маленькая часть, просто в тантре используется все, включая и сексуальную энергию, сексуальное взаимодействие, но Запад, когда с этим впервые столкнулся, и до сих пор пребывает в таком выпеченном внимании на эту малую часть, а ведь есть школы, где даже тантры, где вообще строгая аскеза существует, так что это связано именно как раз вот с нашей, если можно так сказать, цивилизационной особенностью, такое болезненное восприятие этого, и когда все сводят именно к сексуальным практикам из всего многообразия техник, которые доступны, это обидно очень, потому что видят только какой-то волосок один, а про сексуальную энергию еще, на два вопроса назад, значит, вот такое сравнение можно привести, вот в христианстве, в православии есть отец, сын, отец, дух и сын, опять обратите внимание, это сплошной мужской клуб, женщин там нет, но принцип сам, вот этот, такой же, как и в исламе, у суфиев, есть отец, Аллах, то есть, вот, сознание бесконечное, безграничное, вездесущее, есть Расуль, посланник, и есть проявление, ну, человек, с ним ассоциируется Мухаммад, ну вот, так вот, Расуль, посланник, от высшего к человеческому, и является, вот, в такой интерпретации, просто энергии, или сексуальной энергии, божественная, поэтому, опускаться может вниз, не вниз, в смысле, в плохое, а вот, воплощаться, делаться видимым, проявленным, и человек по этой лестнице может подниматься вверх, возноситься, но она просто энергия, сексуальная ее делает восприятие человека, у которого это место чешется, вот так можно сказать, ну да, примерно так. Спасибо, спасибо, за это, маленький тоже, вот, такой комментарий, как-то мысль у меня возникла, что, ну, да, вот, Бронислав, и, как раз, вот, и Андрей говорят о том, что, ну, существует нездоровое переоценивание, переоценка, вернее, то есть, переоцениваем мы эту тему, но переоценивание-то это возникло не на пустом месте, этому же предшествовало что? Наверное, больше тысячи лет недооценивания, подавления, задвигания, чем Европа занималась в средние века? до самых красивых женщин, самую лучшую женскую энергию сжигала, растерзала, и что сейчас в Европе? Посмотрите, кто там живет, какие женщины. У нас этого не было так, у нас другой подход, все-таки, вот, ну, я считаю, более правильный, да? И поэтому, и переоценка этой ценности, так называемая, сексуальная революция возникла, именно, когда потихонечку Европа стала очухиваться, вот от этого, там, Ницше Бунт свой объявил, там, по ту сторону добра и зла, сумма, мораль стала крушить, христианскую мораль. За что? Да вот за это именно. За то, что гнобили, Фуко написал историю сексуальности, четыре тома, и показал вообще, как все это, вот, от древних греков и до нас проходило, созревало, и вообще во всем этом культурном, очень сложном сети взаимоотношений развивалось, и не вырывал из этого. А потом, ну, что делать было Фрейду? Ну, вот он, ну, кокаина понюхал, с истеричками поработал из Вены, с такой энергией вступил в контакт, что написал про либидо много книг, и встрепенулась Европа, и обратила взгляд в эту сторону, и сказала, да, есть это, женщины, и эмансипация началась, и феминизм тут же. А Вильгельм Райх, что он наделал? Вы знаете, теоретик главный сексуальной революции, не на пустом месте, между прочим, он возник, потому что до него, вот, ну, их здесь нет портретов, здесь великие психологи, но раньше в школах-то висел Маркс, Энгельс, Ленин. Так, согласно марксизму, семья является главным цементом, держащим буржуазное общество, поэтому семью нужно уничтожить, как класс. и Маркс и Энгельс с женами-то обменивались, практика-то была какая, некоторые дети Маркса от Энгельса, некоторые дети Энгельса от Маркса, второй и третий интернационал, это вообще свальный грех, все друг с другом перемешивались сексуально, и это было революционно, чрезвычайно считалось, во всех, почему шли в коммунисты? Да в основном из-за этого. Первый закон советской власти какой был? Все помнят, когда большевики победили, закон о мире, второй закон какой? Закон о земле, землятам, крестьянам, а третий закон, почему о нем молчат? А он же был опубликован, закон о семье. Семья прежняя, буржуазная, объявлялась пережитком, недействительным, поэтому для того, чтобы вступить в брак, то есть завязать отношения, не нужно было ни церкви, ни государства, ничего, нужно просто сказать, было, я хочу с тобой, ну давай, и все, и семья была заведена, а если надоедало, можно сказать, все, я больше не буду, и расставались. Вот, и ходили, если вы откроете газеты тех времен, ходили голые комсомольцы и комсомолки по большим городам, это была такая сексуальная революция, Салин это прекратил, конечно, но пошумели очень хорошо, и вот Вильгельм Райх в начале 30-х годов приехал в Советский Союз именно для того, чтобы вот этот самый передовой в мире опыт сексуальной революции, который у нас в России происходил, изучать, изучал, ездил по коммунам сексуальным, вернулся домой, вышел из психоаналитической ассоциации, из компартии одновременно, наигрался, все, ему стало все понятно, но до этого три миллиона немцев посещали организованные Райхом кружки революционного воспитания пролетариата, нет, сексуального воспитания революционного пролетариата, именно так и назывались, три миллиона немцев, чему они там обучались? оргазму, согласно Райху, если ты не имеешь опыт оргазма, быть свободным не можешь быть, значит, век свободы не видать без оргазма, и оргазм объявлялся ключом вообще ко всему, к освобождению, и здесь, мне кажется, вот такие вот социальные большие движения в чем-то стали совпадать вот с восточной мудростью, но я так немножко, чтобы все возмутить, немножко фактов набросал, но вот Виктор Федорович хочет выступить. Ну, начну с того, что академическая психология, конечно, мало касается такой проблематики. А пора уже новую революцию будет. Создавайте новую. Я хотел бы просоединиться к Брониславу и Андрею по вот мой друг и коллега Володя Козлов, мне кажется, блестящий доклад сделал, но все намешал. Тут и сексуальность, и духовность. В каком-то смысле эти вещи могут быть альтернативны. Кант, Эммануэл Кант всю жизнь проживал вообще не касаясь женщины, да, и был очень духовным человеком, и, пожалуй, философ номер один европейский. Вот в иудаизме есть такое представление, что человек, познавший женщину, три месяца не имеет права пророчествовать. То есть в каком-то смысле секс и вот такие трансперсональные практики, они альтернативны. В общем-то. Конечно, на волне сексуального возбуждения можно войти в измененное состояние сознания, если сказать, что-то такое трансцендентальное пережить. Но в принципе, почему я вот задал вопрос про энергию. Энергия ограничена. Если ты много тратишь энергии на секс, то вряд ли у тебя будет энергия для прорыва куда-то в трансцендентальное. Вот могу поделиться одним примером, собственным опытом, ну, своеобразной энергетической практики. я как-то проводил экспедицию на Чукотке. Экспедиция в основном состояла из студентов. Мы прилетели в маленький такой поселок, верхний парень на Чукотке. Событие это было для местного населения чрезвычайно необычным. большинство населения мужского в радиусе там 500 километров послов оленей в поселке в основном пожилые люди и женский пол. А я привез группу студентов. Все это было событийно. поселок состоял из чумов и пару избушек, одна из которых была типа клуба, где собиралась молодежь на танцы. Кстати, приходили туда и местные шаманы, которые тоже плясали под бубен, под современные ритмы. И мне рассказали, что шаманы и старики потребляют мухоморы. Старики тогда, когда носят ладанку, когда тяжелый перегон оленей, а шаманы для ухождения в измененные состояния. Молодежь боится потреблять мухоморы. То, сколько примеры. Попробовал парень, сидит на кочке, рыдает. Ему кажется, что высота метров двадцать, он сейчас с кочки свалится и разобьется. то есть алкоголь пьют, а мухоморы боятся. Ну, я решил попробовать этот мухомор. Они немножко на кочке или на жминке. Дай расскажу. Они немножко отличаются от европейских. Похожи скорее на боровик. Такой гриб с толстой ножкой. вкусный довольно-таки. Похож на кочерыжку капусты. Я забегая вперед, говорю, что никому не рекомендую повторять опыт, потому что жуткие, потом боли в желудке и очень сильные. Очень сильное отравление. Я попробовал, значит, съел целиком такой гриб и началось вначале изменение схемы тела. Руки стали длинные-длинные, такое впечатление, как будто вот рука метров двадцать, нога, ноги, как будто я на ходулях очень высоких, тоже если упадешь, так сказать, разобьешься. Но это такое состояние, где-то было минут двадцать-тридцать, нарушение схемы тела, трудно было координировать. Через некоторое время колоссальное ощущение покоя. Вот от каждого моего шага мир сотрясался. Такое было ощущение. То есть, я супер могучий, супер сильный. И я зачем-то захотелось выйти к людям. Подошел к местному клубу. там молодежь стояла, тусовалась. Опять же, зачем-то я сделал пару басов. Люди вошли в глубокий гипноз. То есть, какая-то исходящая от меня энергия, энергетика, очень сильно воздействовала на меня. Вошел на танцы. Значит, надо сказать, что я со своими студентами был, как дядька Черноморта. Я уже по возрасту был, гораздо старше их. И молодежь там тусуются, вот девушки. Кстати, понятие семьи там довольно-таки условно. То есть, местный один был выходец с Украины, бывший шахтер, он, так сказать, был администратором этого всего поселка. Он рассказывал, что вот он очень гордился, он первую там семью создал. Для до этого девушка может иметь одного ребенка от одного оленевода, другого от рыбака, третьего от третьего оленевода. То есть, община, но нет семейных ячеек. Или, например, дедушка может привезти внучку вот этому парню администратору. Вот, сделай ребенка, я хочу, так сказать, чтобы кровь белого разбавить. Там так далее. Очень такие своеобразные морали. Вот. И, естественно, в роли невесты бегают такие 17-18 летние девицы. Еще раз говорю, я для них гораздо старше какой-то, дядька черноморный. И вдруг я вижу вот тема, так сказать, энергетики секса. Вдруг ко мне начинается повышенное внимание. То есть, у меня интерпретация этого того, что людей привлекает нам юность и так далее. Потому что юность это много энергии. Но если ты, предположим, пожилой человек, но в тебе очень много энергии, ты тоже, так сказать, сексуально валентин, привлекателен. Вот я рассказал этот пример для того, чтобы подчеркнуть роль энергии, которую мы можем тратить на трансцендентальные вещи, а можем на секс. Это в общем-то в каком-то смысле альтернативно. Но еще для меня как психолога большая загадка. Вот в моем опыте сам прием вот такого сурода трансцендентальная трансцендентальная транспортизатора, которым являлись грибы, сообщила такую могучую энергию, которую можно на разные цели использовать. В психологии творчества есть такой интересный феномен. когда начинаешь всерьез работать, то иногда ты как бы входишь в поток. И такое ощущение, что не ты пишешь, не ты творишь, а как бы какая-то сила через тебя. Многие это переживали. то же самое и с творческой энергией. Ты вроде бы как бы не своей энергией творишь, а тебе даруют что ли эту энергию, если ты вошел в поток. Вот для меня загадка в плане вопроса тем, кто занимается тантрическим сексом и прочими такими вещами. Вот можно ли и в этой сфере войти в поток и получать энергию, так сказать, работать не своей энергией. Вот опыт с грибами говорит о том, что вроде бы, так сказать, это не моя энергия была, так сказать, я ее получил. Правда, за это расплатился, я в следующий день катался от боли. Шаманы, они пьют собственную мочу, чтобы как-то снять отравление, но все равно это, так сказать, незначительно помогает. Насколько я понял, то есть вопрос состоит в том, можно ли бы вот жить постоянно подсоединенным к сети, что называется. Вот как трамвай ходит, там ему не нужно заполнять баки, он уже может двигаться, пока работает движок там, да? У меня две мысли, так сказать, которые я хотел коснуться. Первая заключается в том, что какая-то в каком-то смысле артернатива Володе Козлову, когда он выступал, так сказать, и духовность, и секс, и все вместе, так сказать, в одном конверте, да, как хорошо. В принципе, первая мысль, ведь приходится выбирать, или ты, так сказать, ну вот как примерно в свое время, ну и до сих пор монахи, пустынники, уходят из мира и трансформируют, то есть используют эту энергию даже для трансперсональных вещей. монахи, аскеза, целибат, сублимация. Конечно, конечно, представление о том, что можно и там и сексом бесконечно заниматься, и при этом духовным быть очень, мне кажется, так сказать, это не так. Вот, это первая мысль, то есть проблема выбора, проблема выбора, хочешь ты любить, получать удовольствие, или ты хочешь иметь какой-то трансцендентальный опыт. Это вещи альтернативные, на мой взгляд. Первая посылка. А вторая посылка, гипотеза, можно ли все-таки иметь, во-первых, да, еще, так сказать, маленько, я не случайно задал вопрос, что такое энергия. На самом деле, что такое психологическая энергия, что такое сексуальная энергия, вещи совершенно не разработаны. Но вопрос стоит в том, может быть, существуют такие психопрактики, психотехники, когда ты по достижению, например, определенный уже возраст, когда у тебя, так сказать, с энергетикой становится хуже, любой человек старее утрашивает какие-то, так сказать, энергетические запасы. можно ли компенсировать или получать новые энергии, так сказать, в хотя бы вот такие потоки. мое выступление скорее вопрос, который я обращаю к людям, которые ведут практики, которые обучают. Герман, Ирина, можно ли жить в оргазме всю жизнь? У меня есть тоже, чем поделиться из личного опыта и частично может быть ответить на вопросы. продолжая историю про мухомора я вспомнила, как я в начале 90-х годов проходила курсы по випассане и это очень глубинная медитация где-то с 6 утра сидишь, не разговариваешь, осознаешь себя и там есть такие три основные демона, которые мешают этой практике. Я не скажу, что я тогда искала просветление, но что-то из этой серии мне было интересно. И когда сидишь очень глубокая медитация, то то, что мешает тебе осознавать себя, это в том числе отвлечение на сексуальные переживания. И сексуальные фантазии это то, что достаточно часто либо мысли о прошлом, мысли о будущем, либо сексуальные какие-то возбуждения, какие-то желания, которые постоянно съедут в голове и вместо того, чтобы сканировать себя, осознавать свое тело, свои санкары, присутствовать, ты в этих сексуальных отвлечениях. И если нету ясности, для меня это вопрос не выбора, а вопрос ясности, что это моя собственная энергия, если я себя с этим разделяю, появляется та самая дуальность, которая и создает напряжение и не дает быть в том, что мы можем так очень широко назвать каким-то духовным опытом либо духовным путем. Когда ко мне приходят люди с вопросом про сексуальную зависимость, что они хотели бы быть в парных отношениях, но им мало одного партнера, им хочется снова, снова, снова и снова. Я пытаюсь понять, от чего же на самом деле они зависимы, то, что они рассказывают, это очень интересно, они умеют действительно соединяться в этом эксотическом переживании со своим партнером. Я предположу, я не буду утверждать, что очень многие люди, когда они делают то, что называется заниматься сексом, они все равно остаются разделенными. Да, вроде бы тела вместе друг на друге, но они каждый в своем измерении. Вот этого божественного соединения, когда они становятся одним, этого не возникает. А те люди, которые считают, что у них есть сексуальная зависимость, им это нужно больше, чем другим, они интуитивно умеют соединяться и быть в этом божественном оргазме, когда они вместе, но у них не возникает ясности. И вот как раз то, что может быть ошибочно называется тантрой, очень часто мы занимаемся тантрическими практиками, это скорее даже не тантрические практики, можно я очень грубо скажу? Я очень грубо скажу, такие сиськи-писки на самом деле. А тантра в духовном плане это именно глубинное соединение и узнавание, что это ты сам. Поэтому для меня опыт с грибами, для меня эта энергия, которая она моя, эта энергия есть в пространстве природы. Если я расширяю свое сознание трансперсональными практиками, я понимаю, что грибы это тоже я, и это есть, и таким образом я могу соединиться с нечто большим. Если в этот момент я не залипаю в это удовольствие, если я сохраняю ясность и присутствие и понимание, что и это моя энергия, тогда действительно сексуальный опыт может стать духовной практикой. примерно такие соображения темы в продолжении этого. Можно ответить Ирина, потом Андрей Лапин. Я тебя не сбила? Говори, говори. Я просто коротко постараюсь. Первое по поводу того, о чем вы задали вопрос, потому что эта тема интересная. Прежде всего человек есть практики, вот то, о чем вы спрашивали, есть практики, которые позволяют восстанавливать свою энергию, при этом вы соединяетесь, вы ощущаете себя целостным с пространством, но есть конкретные практики, которые позволяют конкретно увеличить свою энергию. Тогда, тогда, когда вам это нужно. Какие? Это надо, извините, показать, рассказать. Тогда конфетку показала. нет. В китайской традиции, например, в китайской традиции есть определенные точки, я проверяла просто на себе недавно, и не только на себе, определенные точки нажимаешь, причем их совсем немного, не надо работать со всеми каналами, и у вас реально усиливается циркуляция, вы осознаете и ощущаете в себе энергию. На своем мастер-классе покажешь? Обязательно, обязательно. Далее, в зороастрийской традиции есть определенное вхождение в работу с определенными каналами, которые дают эту возможность активизации своей энергии, причем не просто активизация как таковая, а активизация с дальнейшей трансформацией. И третье, я хочу сказать, что когда мы говорим о тантрических практиках, это совсем не обязательно секс между двумя людьми, это вообще правильно, что это малейшая какая-то крохотная часть. На самом деле, мы внутри себя можем организовывать и работать с энергией таким образом, чтобы происходило вот это единение и гармонизация. И есть специальные практики, которые позволяют это делать. Вот маленькая реплика. У меня есть старший товарищ, коллега, которому 102 года. Ух ты, молодец какой. Молодец. Но куда бы ты ни нажимала у него на точке, нет у него уже энергии. Он мерзнет все время. Блестящий ум, но недостаток энергии. Но зато единственная энергия, с которой он может существовать. Не пишет уже, не может. Уже не может жаловать. Вот. Так все, что сейчас говоришь, внутренняя энергия, нажал на точки, это твоя собственная энергия, но прекрасная. Я не считаю, что это собственная энергия. Только сама говорила, что это энергия. Нет, это Ирочка говорила. Это Ирочка говорила. Если я вращусь сознанием, это же моя энергия. Я просто хочу сказать, что пять лет назад я себя чувствовала значительно хуже, чем сейчас. Значительно хуже. И даже по-моему внешне иначе выглядело. мне мне помогает практика биоэнергопластика, то есть это работа с энергетикой посредством осознанного движения, куда входит и медитация, и двигательная практика определенная, и работа ментальная. Но плюс еще я стала использовать зароастрийскую традицию, я поразилась тому, как это работает. Я поразилась, это не моя энергия. я поразилась тому, как на фоне этого может быть еще плюс подготовленность. Нажимаешь на точечки чуть-чуть, настраиваешься, нажимаешь, и просто ты физически реально начинаешь осознавать, как эта энергия начинает идти. Но постоянно жить в оргазме, ну никак. Ну это просто нереально. Техники не хватает. Во-первых, дело не только, ребят, дело не только в технике. Дело в том, что мы живем в социуме. Вот если вы будете ехать в метро, которое от вас забирает достаточно много энергии, вы потом приходите домой совершенно без сил. Что надо сделать? Надо ездить на петли. Чтоб тебя везли. Но я просто хочу сказать, что именно на мой взгляд, я давно занимаюсь трансперсональными практиками, очень давно, более 40 лет занимаюсь йогой. Да если бы не это, я бы давно сыграла в ящик. Но очень давно. Поэтому если вы специально этим занимаетесь осознанно, то все может быть. Бронислав, ты хотел что-то. Я что-то хотел бы? Да, вроде бы. хотел еще Бронислав скажет. Герман еще тоже хотел. и потом. Я хочу сказать, что знаете, все-таки существует традиции не очень много на планете, в которых сохранились целостные медицины. В сущности, это по сути дела аюргеда, целостная как таковая, и китайская традиционная медицина, и тибетская посрединка, да? С моей точки зрения, микс трех, но целостная. и вот эти вот целостные медицины, они имеют целостные системы описания питания, того, чего нужно питать в разные периоды жизни. Значит, и в разные периоды жизни надо питаться разными вещами и по-разному. И, собственно говоря, еще вот интересно, на самом деле, существует еще уйгурская медицина, очень древняя, но про нее практически никто не знает, но те снадобья, которые не делают, это не очень интересно, я вам скажу. И эти, только если ты знаешь, как это использовать целостной традиции, если у тебя есть те мастера, те врачи, которые точно знают, что тебе в этот момент нужно, и не только для того, чтобы восполнить какую-то реальную дырку или провал в данный момент, потому что у всего есть короткое действие, и длинное действие, да, и задача все-таки заключается в гармонизации, поэтому я еще раз за то, чтобы не путать оргазм с астмой. Все. спасибо. Андрей, мне несколько, я уже половину забыл, ну вот, в общем, ваш вопрос, можно ли все время быть в этом состоянии, ну, ну, да, допустим, я задаю вопрос, можно ли быть, да, а, сначала про можно ли быть все время, как бы вопроса не было, но, количество личной силы, естественно, количество личной силы, естественно, ограничено, и то, что обычно называют, вот, астмой, тот эффект, который получается за счет мобилизации своей личной маленькой энергии, он, вот, я увидел это, когда в 80-е годы был в институте психологии, Академия наук, вот, в центре, который маленький, и там была мышь, в которую были включены электроды в центр удовольствия, то, что так вот популярно называют, и мышь жала кнопку, получала разряд, она использовала личную силу для удовольствия, и она выглядела, я не помню, сколько было времени от начала опыта, но она была очень худая, шерсть взъерошенная, большие глаза, она отказывалась от пищи и питья, и так двинула кони в итоге, вот, что такое, как бы, за счет личной силы пробовать, конечно, это невозможно, теперь про неличную силу, когда речь заходит в этой вездесущей силы, которую вы ощущаете, входя в поток, то там не будет никакого секса, никакого полового акта, есть притча старая, о том, что вот в одной деревне в Индии жил тантрический практик, и все женщины, мол, к нему ходили, и мужчины ревновали, и поймав его в свободное от женщин время, они ему сделали, как у скобцов говорили, большую печать, то есть под ноль все отрезали, вообще, и в этой притче говорится, и еще 30 лет женщины продолжали ходить в хижину к этому практику, и никакой разницы они не ощутили, потому что это просто харизма, притягивающая к себе, это не выглядело как то, что они занимались сексом, это некая вот магнетизм, а про определение энергии, и вот тантры, Чокъям Трунгпа, знаменитый такой мастер, современный, сейчас его уже нет в живых, он дал такое определение тантры, ну и соответственно энергии и всего с этим, он сказал, что тантра это то, что происходит в сознании между тем, как вы услышали вопрос и тем, как у вас возник ответ, вот этот переход, вот эта трансформация, и когда вы в таком потоке находитесь, тогда ограничений никаких нет, это может быть написание статьи, танец или что-то еще, ограничено только тело с его возможностями проведения этого, реализации этой творческой энергии, ну что надо же кушать иногда там, спать и все остальное, а про секс, которым все, на котором помешаны и то, как его можно использовать не привязываясь, не обуславливаясь, вот то, что вы говорили, в Игьянабхайрават тантре есть такая шлока, чем отличается просветленный от непросветленного, только лишь тем, что просветленный не теряет себя в объектах, явлениях и процессах, а непросветленный теряется в этом, залипает, секс одно из таких явлений. А что это означает, терять или не терять себя? А это вот, что означает, если вот о практике как бы говорить, если вы занимаетесь сексом, вот вы чувствуете ааа, вот это все, у вас есть партнер, то следующий ход это отделить сами переживания от причин, от партнера, от своего тела, от органов, чтобы осталось только вот переживание этого блаженства, оно, опять-таки, уже сделав это, вы обнаружите, что оно не сексуальное, вы отделяете причины, стимулы вот эти, вот того, что это возжгло в вас, и оболочка есть вовне. Вот в Индии, у Каджураха вот сегодня картина, была рельефы, это храмы, которых фасады покрыты тысячами совокупляющихся фигур, там и с животными, и с чем угодно есть. И это символ такой, если вы остаетесь снаружи и видите эти фасады, то даже страшно зайти, что же будет внутри. Но если вы заходите внутрь, то вы обнаруживаете там пустоту, там только символ лингом в Йоне, божественного сознания, да. И пока мы остаемся по эту сторону секса, обусловленный им, тянемся к нему или считаем это нечистым чем-то, но все равно, кстати, продолжаем заниматься, вот, то тогда мы по эту сторону храма, мы видим только эти фигуры, мы ничего за сексуальной энергией не видим, но если мы входим внутрь, она вносит нас туда, то мы видим, что вся эта оболочка, все эти одежды остаются сброшенными там, остается только вот чистое переживание, ну, истина, существование. Спасибо. Спасибо, Андрей. Кто из вас хотел задать вопрос, да, пожалуйста. Герман Корейский ответит. «Испытал человек с твоей жизнью обувием?» Здесь очень много говорится о сексе, очень мало говорится о любви, но любовь имеет такую колоссальную энергию, она производит такую трансформацию в человеке, что человек, ее испытавший, носит на себе печать любви, и на человеке остается печать любви на лице, и при взгляде на человека можно сразу понять, испытал человек с твоей жизнью обувием. Вот эта печать любви, она на нем сохраняется до самых последних любых. А теперь я хочу ответить Герману. Если человек находится в состоянии любви, и при этом он имеет близкие отношения со своим любимым, то ему не придется отделять свои стимулы и эмоции какие-то от состояния. Он просто будет пребывать в этом состоянии. Никакого разделения не потребуется. Я не Герман. А ну какая разница? Спасибо. А теперь слово Герману настоящему. Тема сегодняшнего круглого стола сексуальность двоеточие между страстью и просветлением. Мне все-таки хочется немножко определиться с терминами и потом показать некую взаимосвязь между этими определениями терминов. Итак, сексуальность. Сексуальность можно рассматривать как умение давать и получать удовольствие через тело, а также умение подать или презентовать себя так, чтобы вызывать влечение или желание у потенциальных партнеров. Что касается секса. Секс, естественно, с сексуальностью напрямую связан. С сексом мы пользуемся как неким инструментом, телесным инструментом для трансляции своего состояния по отношению к партнерам. Тело это коммуникатор с миром и посредством тела можем выражать и транслировать состояние. Что такое страсть? Большому страстью можно назвать наше омрачение ума. Все то, что нас делает несвободным, все то, что ведет к тем самым залипаниям, о которых сегодня говорили докладчики. То есть страсть полностью нас поглощает, она нас сжигает, она нас делает фокусированным именно на объекте страсти, на объекте аппетенции, на объекте вожделения. Опять же, что такое просветление? В разных традициях просветление может трактоваться по-разному. Если говорить о тибетской традиции, то просветление в рамках севетских буддийских учений это достижение состояния Будды. И достижение состояния Будды это не что иное, как познание собственной природы ума, индивидуальной Буддовости и укрепление в этом состоянии. И объединение всех действий собственной сна и бодрствования с этим естественным состоянием. То есть просветленный это тот, кто достиг состояния Будды, кто очистил свое сознание от омрачений. И какая связь собственно между сексом, сексуальностью и возможностью просветления? С одной стороны, если сексуальность и секс нас полностью поглощает, то тогда это становится не источником или не инструментом просветления, это становится тем, что нас отягощает. Если мы полностью только в этом и ничего другого не видим, тогда, естественно, это мешает духовной практике и, естественно, ни о каком просветлении тут речи быть не может. Если мы рассматриваем и сексуальность и секс как неотъемлемую часть целостного бытия, то сексуальная практика и все то, что связано с сексуальностью и сексом, это становится всего лишь частью духовного опыта. Потому что, если мы говорим про тантру или про более высший уровень, про дзахчен, там нет понятия о нечистом, что в тантре, что в дзахчене нет понятия о том, что такое чистое, что такое нечистое. Вот в сутре мы можем говорить о том, что что-то такое нечистое. Поэтому путь монашества, сутрический путь, там сами прекрасно знаете, что определенное питание, определенные правила поведения, отказ от недобродетели, запрет на поедание мяса и запрет на секс. Но это сутра. Поэтому и хочу резюмировать, что если человек рассматривает и секс, и сексуальность как часть целостного бытия, если рассматривает и секс, и сексуальность как элемент практики личностного, как следствие духовного роста, тогда помех здесь быть не может. Потому что даже когда мы говорим про тантру, мы можем вспомнить изображение, изображение на буддистских танках, ябьем, по большому счету это объединение женского и мужского, это целостность бытия, это не только символ объединения женского и мужского, это символ объединения полярностей, любых конфликтующих полярностей. Вообще, можно говорить даже о пути танка, как о духовном пути, как о пути трансформации, где человек преобразует омрачение ума в мудрость, объединяя конфликтующие полярности. Человеческое божественное, мужское, женское, активное, пассивное и так далее, и так далее. Ну и собственно вот так. Спасибо, у нас осталось пять минут, сейчас секундочку, пять минут для круглого стола, для того, чтобы каждый из участников очень коротко резюмировал, может быть, просто некое послание, сказал, можно по порядку, например, как? А вот же еще товарищ хотел задать вам. Ну, резюмировать нужно уже, я к ведущей. это прямо вот с Андреей. А что резюмировать? Да. Нет, сегодня я вот отвечу на ваш вопрос, как Керман. Вхожу в его состояние. Давайте с ним готовимся. Просто тема сегодня эра с этанатас, о любви, понятно, что мало было, но что сделать, так написали. А вообще говоря, когда вы привели пример о печати на лице любви, вы говорили о любви между мужчиной и женщиной, а это сексуальная любовь. Совершенно, может быть, не касающаяся секса, как вот пола, полового акта, но сексуальная. А если взять любовь матери к ребенку, разве она слабей, да мать, если она настоящая мама, без колебаний пожертвует своей жизнью. И нельзя сказать, мать испытала любовь материнскую хоть раз. Если она испытала это, она это несет дальше, это уже не исчезает никуда. У любви много аспектов, а зачем я это сказал, не знаю. Вот. Просто. А? Вы говорили о любви между мужчиной и женщиной. Кстати, тема любовь секс-трансформации. Да. Вообще. Меня Андрей зовут. Андрей наполнил мне старый тоже анекдот, когда в деревне, деревне тоже, и клуб как-то тоже возникали, лекция была объявлена там о любви, о природе любви. Народ туда пришел, ломанулся колхозники, а там партор говорит, говорит, любовь разного вида бывает. Бывает там любовь быка к корове. Говорит, бывает любовь мужчины к женщине, а бывает, говорит, любовь к партии. Вот об этом мы и поговорим. СМЕХ Вот. Но если как-то вот не стебаться, то, конечно же, конечно же, ну, как говорил вот великий философ российский Мирав Крастантинович Мордашвили, «Любовь есть, потому что ее нету». Он считал, что идеально или абсолютно любовь невозможна в человеческом мире, ну, потому что мы не в состоянии быть проводниками для нее, мы падаем постоянно, отвлекаемся, в эти вар через оргазмики там все спускаем, разменим мы большую любовь на сто маленьких там и так далее. Но благодаря тому, что существует идея у людей великой любви, вообще все движется и вся жизнь продолжается и хоть какая-то любовь возможна. Есть такая мудрость в какой-то этой, может, в сутре, может, в кануне, проще надо быть и люди сами потянутся. Знаете? И это значит, что любовь это все хорошо, но как-то бы научиться не раздражаться по мелочам. И вот в этом хотя бы направлении двигаться и все сложится. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо что-то сказать. Мне кажется, любовь предельно конкретное чувство. Ты любишь конкретную женщину, то есть твои влечения, эмоции предельно предмечены на конкретный объект, субъект. И любовь очень понятно, что это очень ценное переживание, которое всю нашу жизнь как-то облагораживает, создает чувство прекрасное. Но вот мне кажется, то, что здесь говорилось, во многом идет смешение и трансцендентального, и любви. Если человек ориентирован на трансцендентальное, он должен быть, на мой взгляд, ориентирован на безбрачие, на одиночество. Это очень тяжелый путь. Путь в принципе монаха, отшельника. И там уже не будет таких радостей, любви к противоположному полу. И мне кажется, выбирая стратегию собственной жизни, надо это четко понимать, а не обольщать себя, что будут и счастье в любви, трансцендентально продвинутым буду и так далее. Это в каком-то смысле альтернативные жизненные пути. И вступая на путь вот такой трансцендентальный, ты должен, ты обречен на одиночество, на одиночество в этом мире и отсутствие любви. Ну вот, такая мысль. Спасибо. Вы знаете, я хочу сказать, скажем, с высоты своего возраста, что когда мы говорим о том, что человек счастлив, то это значит то, что он пережил и страсть, и любовь, и трансформационные какие-то переживания. Поэтому я всем желаю, чтобы вы это пережили. Потому что одно дело говорить об этом, а другое дело это иметь свой опыт. Я желаю всем такого опыта. Еще немножко шутки. Если бы я говорила про любовь, ну, наверное, бы я еще раз озвучила, что там, где любовь, там может быть очень большая зависимость. От любви до ненависти один шаг. и чтобы любовь не стала страданием, наверное, очень важно осознавать, из какой роли мужчина либо женщина идет в отношения. Если это внешняя такая ширма, это такая рекламная акция про социальный проект, то, наверное, это станет сузависимыми отношениями, где-то очень много боли и страдания, а не наслаждения. И, кстати, в тибетском буддизме не говорится вообще про любовь, там говорится просто сострадание. Любовь очень такое неоднозначное, опасное состояние, если там нет ясности и действительно умения полностью соединяться с другим человеком. И если про это полное соединение в контексте секса, то, наверное, для меня было бы очень важно помнить про действительно не просто какой-то физический контакт, а вхождение и глубинное раскрытие единого пространства. Когда это не просто секс, а когда это соединение с нечто большим, и тогда это может стать духовной практикой и никакой не помехой к просветлению, а только наоборот инструментом для большего соединения блаженства и ясности. между страстью и просветлением практика может быть разной. С точки зрения сутры мы боремся со страстностью, с точки зрения тантры для нас страстность не является чем-то низменным, мы преобразуем страстность в мудрость. С точки зрения цахчен ну что ж, там все является проявлением преподобия, в мудрость. Продолжение следует...